Всеволоду Фомичеву 93 года. Он ветеран войны, обслуживал связь маршала Жукова на Первом Белорусском фронте. Ни награды, ни регалии не уберегли пенсионера от действий недобросовестных бизнесменов. В прошлом месяце ему предложили поставить пластиковое окно в комнату. Пришел он, зашел в дом и заходил там все в квартиры. Я смотрю, там зашел, тут зашел. Вот он пришел, сказал, вот вам нужно заменить раму. А я подумал, у меня же она где-то, она тянется всем. Я говорю, нужно вот одно. Вот одно я и до 100 классе. Окно поставили достаточно быстро и вроде качественно. Вот оно. На вид обычное, а по цене как золотое. 37 тысяч рублей стоит рама за отдельные деньги, откосы и обшивка. Всего окно вышло на 45 тысяч рублей. По средним ивановским ценам примерно в два раза больше, чем должно. А это еще со скидкой. Даже купон выдали. Я у себя окна ставил. Знаю, сколько это стоит. У себя я поставил по 12 тысяч окна. То есть эти 45 тысяч – это нужно было три окна. То есть все три окна в этой квартире нужно было заменить за эту стоимость. Отзывы ни одного положительного. Все отзывы отрицательные. И все называют вот этого предпринимателя мошенником. В обществе по защите прав потребителей из таких обманутых ветеранов всегда очередь. Бессовестные предприниматели вроде должны стоимость для инвалидов и пенсионеров снижать. А они, пользуясь их забывчивостью и большими пенсиями, завышают. Способов обмана множество. Вернуть деньги, заплаченные по договору, можно только в случае нарушения условий договора, иногда существенных нарушений условий договора, либо в случае ненадлежащего качества оказания таких услуг или товаров. Но если же проданный там в три цены товар или услуга сами по себе надлежащего качества и не нарушает сторона условий со своей стороны договора, то в этом случае вернуть деньги может быть крайне проблематично или невозможно. Бизнесмену Таланову мы позвонили. Он сказал, да, услуга дорогая. Но он имеет право выставлять те цены, которые считает нужным. Я помню его, да. Я у него сам заключал договор с ним лично. Я когда у него заключал, там при нем сидели его ребята, которые опекой, я не знаю, кем они его являются. И я у него сто раз переспросил, нужно ему эту конструкцию заходить или не нужно. То есть получается. Я неохотно хотел заключать этот договор. Просто можно было и дешевле сделать, я не знаю. Это монтажный отдел. Это монтажный отдел вашей компании? Это монтажники, ребята, у которых договоренность. Они устанавливают конструкцию. Дополнительно они делают какие-то работы. То есть вы не контролируете, как они делают и сколько они за это берут? Да. Но это же не мое дело. Вернуть деньги, к сожалению, не удастся. Всеволод Михайлович добровольно подписал составленный юристами компании договор. Деньги даже без квитанции тоже отдал лично в руки. Ничего уже не докажешь. В социальных сетях предпринимателя Станислава Таланова знают. Отзывы на его услуги отрицательные. Пишут, что обманывает регулярно. Но слова к делу не пришьешь. Заявление в полицию близкие ветераны все же напишут. В надежде на справедливость. Чтобы больше оконных дел мастер за счет стариков не обогащался. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова. То же дело, то же дело.